Всем здравствуйте, это Едоблок Тельмей и сегодня я в гостях у Коляна Ама Кучинара, манголоида всей Руси, в его гриле Академии Вебер, единственный вебер гриле Академии в России. Сейчас покажу мини обзорчик Академии и познакомлюсь с Коляном. Мне уже знаком давно, мини музейчик, это какой-то газовый монстр называется, походил, наверное, типа какой-то раритетный, потому что он тут стоит. Вот тут сам Гомер Симпсон, вот это вот что, это вот гжель, а там хохлома, или наоборот, я не знаю, кто знает, пишите в комментариях, что это как-то более правильно. Тут сейчас я вам секрет раскрою, кто есть рукастые ребята, сейчас я вам показываю чертежи, а вы дома делаете. Чертежи 89-го года, на год старше меня, так что это. Все, я вам секретную информацию выдал, сейчас еще другие чертежи тут есть. Это вот мастер и тачи, называется точно, разных цветов, это вот самый офигевший гриль. Еще я хочу рассказать информацию, но она не такая секретная, но не менее полезная. Хочу вам порекомендовать канал Рубена со штатов о готовке. Он там готовит разнообразную кухню, кавказскую, европейскую, азиатскую. Также планирую снимать влоги о жизни в США, во Флоридии, строить там бизнес и все такое. Потому что, ребята, всем же будет интересно, как живет Америка. Чешик из... Также ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. И продолжаем смотреть, как правильно пожарить стейки. Говорите всем здрасте. Всем привет, ребята. Вот это вот Колян, сейчас будет он меня учить жарить стейки. Вы же видали мой ролик про большее, как надо жарить стейки. Но там как не надо жарить стейки, он меня научит, как надо жарить. Ты давай расскажи, я видел твой ролик, как ты спалил стейк. Ты видел, посмотрел, да? Или честно врешь? Посмотрел. Ну, шикарный ролик, да? Смешно. Шикарный, да, но сливочное масло надо, во-первых, мешать всегда с оливковым, потому что у сливочного масла другая температура горит. И чисто на сливочном масле в казане будет гореть. В любом случае. В любом случае, да? Да, даже если бы не вспыхнуло, оно бы горело. Не горело, но тут огонь. У меня же едоблок с элементами шоу. Ну, да, это закончено. Элементы шоу мы тебе устроим. Мясо ты говоришь, какое хочешь попробовать. Томагавка хочу. Томагавка? Ну, будет тебе томагавка, значит. Томагавка сейчас достанем из того холодильника. Он как раз рыбайчик на нас смотрит. И с первого десятого мясо сухого возревания. Это же очень дорого будет для моего едоблока. Ну, пускай это будет самый дорогой стейк на твоем канале. Хорошо. Ты же на угольном гриле хочешь? Да, на угольном. На угольном. Газ это не ваша тематика. Нет. Не сельских этих. Не сельских жителей. Все, делаем на угле. А раз на угле, тогда надо разжечь огонь просто. Святая святых. Я называю кухня, но это не кухня, а гриль-зона. Гриль-зона. Потому что нет никаких прибамбасов, связанных с кухней. У нас только вакууматор есть. Ты хотел сделать грязный томагавка? Да, но это жалко. Грязным делать. Мы сделаем как правильно пожарить томагавок. Как правильно пожарить томагавок? Пожарить стейк томагавок. Окей, есть еще другие стейки. Сделаем грязными? Давай. Хорошо. Здесь у нас стартер. Стартер, ты знаешь, что такое? Штука, которая разводит угли. Вообще, эта штука давным-давно придумана в 59-м году. Я не знаю, вот эти штучки. Поджигаем. Сельтовые таблеточки, да. Поджигаем, сверху ставим стартер. Все, вот так. Да. Я сюда насыпал здесь не угольные брикеты, уголь. Это яблочный уголь. Чтобы можно было пожарить грязным методом. Потому что на березе... Яблочный? Ну, яблочный. А на березе нельзя, типа? На березе можно. Просто яблоко дает дополнительный... Вкус. Вкус, аромат. Почуешь? Почуешь. Даже сейчас уже дым идет, он сладкий. Он спиртом отдает от таблеток. Ну, это таблетка. Сейчас пойдет, будет сладкий дым. Пойдемте, я познакомлюсь с Денчиком. Автором има-монголоидов. Это вот товарищ Денчик. И у него, кстати, тоже есть канал. Мы там это оставим. Инстаграм-думпись. Нет, он там этот, на гитаре... Да-да-да, вот это мы оставимся. Сколько ждать надо? Где-то 15-20 минут. Я думаю, пока как раз мы зачистим мясо. А зачищать надо? Ну, это же сухое возревание. Мы сейчас достанем оно немножко в плесени. А, да? Даже так? Даже так, да. Сколько килограмм? Да, вот смотрите какой. Пойдем на свет, на белый свет его вытащим. Чтобы люди ужаснулись, что мы сейчас будем есть. Это мясо пролежало в холодильнике специально больше месяца. С этой стороны уже пошла плесень. Плесень полезная, специальная. Мы купили во Франции, ее подсадили в наш холодильник, чтобы она заражала мясо. Благодаря этому процессу мясо высыхает и набирает вкус. Ну, то есть, ты можешь понюхать, оно никак невкусно не пахнет. Запах-то запах. С сырой, реальной колбасой. Да-да-да, ну, как бы засохшее такое, но тухляка нет никакого. Не, приятная, приятная с сырой, реальной колбасой. Конечно, эту плесень есть не будем. Мы сейчас его все зачистим. То есть, внутри абсолютно обычное мясо. Она просто не очень, как сказать, она горькая. И вот эту всю черноту надо срезать. Отход очень большой, поэтому такое мясо стоит очень дорого. Сколько такое мясо стоит? Ну, мы продаем в сыром виде 15 тысяч за килограмм. Вот без обреза? Без обреза, да. Вот ты отрезал, положил на весы, потом обрезаешь человеку и жаришь, да? Да. Вообще, у мяса, да, у мраморной говядины, у них существует два вида возревания. Влажное. Простое. Влажное и сухое. Вот это вот сухое. А влажное, это когда ты в упаковку запаковал, и в упаковке она у тебя зреет. И чем ближе к концу срока годности, тем мясо будет мягче и вкуснее. Потому что мысли расслабляются у бычка. То есть, если ты его, грубо говоря, забил, кровь стекла, и ты пошел жарить, он будет немножко сухой, потому что он напрягся в последний момент в своей жизни. И будет гораздо вкуснее он, если он повисит хотя бы два дня. Потому что ты мне говоришь, что Дашку хочешь завалить? Да. Давай, давай, выходи, пойдем. Что ты? Не, не, резать не будем, пойдем. Ну, ты можешь на ней проверить. Отрезать от Дашки кусочек сразу и пожарить его. Потом тот же самый кусочек, только другая часть. Пожарить там через два дня. Через два дня оно будет... Ну, чтобы он просто лежал в холодильнике, да? Да, просто лежал, в марлечке его обернул и просто лежал в холодильнике. Какая температура? Ну, чем... Вообще, мясо от минус одного до четырех хранится. До плюс четырех. Ну, все, понял. Плюс один, значит, чтобы не замерзал. Мясо, вот, например, в магазине нельзя покупать в открытом холодильнике. Я видал, у тебя рубрика была, ты сходил с этой штукой. Ну, потому что в открытом холодильнике не может быть минус. И что, вот эту черноту надо убрать до красного, да? Ну, да. Это, на самом деле, рыбай, ковбойчик. Ковбой отвечает его короткой костью. Тамагавка у него кость была бы чуть длиннее. А если такого мяса пельмени сделать? Это очень дорогие пельмени. Очень дорогие пельмени будут. И, на самом деле, мне кажется, можешь не понять. Можешь не понять всего прикола. Но вчера мы делали пельмени. Я не знаю, ролик этот вышел, не вышел. Вчера мы делали... Я на него ссылочку оставлю. Этот ролик, ребята. Вчера мы делали пельмени по рецепту мамы твоей. Немножко мы видоизменили его. Ну, вместо свинины у нас была мраморная говядина. Пеканья или как она, да? Да, пеканья. Большой жирный кусок. Это любимый стейк бразильцев же, да? Любимый стейк бразильцев. Они всегда предпочтут рыбай. Добавляем дощечку мужицкую. Это стриплоин. Супер мраморный. Мы вчера резали на стейки. Просто нам надо было с большого куска 7 стейков. Вот остался кусочек. Мы сейчас давай... Ты же хочешь грязного Джона учить поделать? Я все-таки предлагаю вот этого отправить. Куда? На... Ну, грязный Джо это любимый стейк из Инхауэра. И это должен быть обязательно... С Костью. С Костью. И обязательно рыбай. На этом можем сейчас научиться пожарить. Хорошо. Потому что это стандартный стейк. Классический. То, что можно купить в любом магазине. Только единственное, видишь, мы жилу зачищаем. С него. Производитель... То есть ты когда в порционке покупаешь его... Жила есть все равно. Жила всегда будет. Потому что 10-15% веса. Это стриплоин? Или как? Да, это стриплоин... Ну, где-то 2 400-2 500 килограмм. Категория Prime. Очень хорошая мраморность. И правильная толщина. 2 пальца. Да. И если бы у производителя купил, то что бы вот здесь была бы жила? Жила несъедобная. Которую... В любом случае надо отрезать. Так, уголек почти готов. Так, надо элемент шоу записать. Элемент шоу сейчас сделаем. Смотри, какая история, да? Уголь сейчас когда высыпать будешь, на ту сторону высыпай. Ну, дала. Да. Визуально пополам терем и на ту сторону высыпай. Я жарю мясо. 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 Специальная кочерга. Я вообще, кстати, не понимаю, почему русские кочерги такие, как они есть. Такой же гораздо удобнее двигать. Да. Сейчас мы закроем крышку, прогреем гриль. Уголь. Почему мы так разделили? Во-первых, чтобы у нас не грелись предметы, которые висят на крючках. А во-вторых, мы разделили гриль, сделали зону прямого и непрямого жара. Это да. Это я слышал. То есть мы там обжариваем, и потом, если что, пошло не так, начало гореть, уже подгорело. Мы перекладываем на эту сторону, и здесь может лежать сколько угодно времени, пока не высохнется вся. То есть это позволяет нам готовить большие куски большого размера. Минимум режисс кровушка или как? Вообще крови нету в мясе. На заводе сейчас загоняют иглу с насосом, и она выкачивает всю кровь. Поэтому мяса в крови нету, в принципе. А это мясной сок, просто сок. Сок. Вкусный сок, его пить можно. Пойдем, я тебе дам щипчики. Ага, без резиновых, чтобы я вжался. Я тебе даю резиновый. Берем вот так с бочков его. Вот так, да? А масло, соль, это потом все? Слушай, тут на самом деле кто как любит. Соль, перец. Можно посолить до, можно посолить после. Никак. Можно до и после. Кто как любит. Ну давай. Как правильно. Давай не как любит, а как правильно. Правильно так, как ты любишь. Да. Да, в кулинарии нет такого, что это правильно, это неправильно. Есть 150 видов. Я солю и перчу сразу. Давай посолим, поперчим. Давай сделаем, один солим и перчим, второй немножко. Заодно изгоним. Тот который посолишь и поперчишь Будет вкуснее Да 100% Все Просто соль Перец Переворачиваем Смотри Кладем их по диагонали Вот так вот Можно рядом с моим положить Вот так Все правильно Если решетка шипит Значит все правильно Потому что если не шипит, она холодная Обязательно вот так прогладить Обязательно прогладить, чтобы он полностью прислонился Видишь, огонь горит Закрываем крышку Закрываем верхний поддов Буквально на 10 секунд Весь кислород сгорит Даже если кусок сала будет лежать, сырок гореть не будет Под крышкой так сделано Уже все Если дым идет, значит там точно ничего не горит На ощупь чем упруже стейк, тем готовить Ты его пальцем трогаешь И он мягенький, значит... Чем упруже, тем готовить Упруже это как? Труднее продавить? Упруже это труднее продавить Да, все понятно По времени, ну где-то полторы минуты на каждую сторону Ну плюс-минус, все зависит от температуры Все зависит от температуры, погодных условий и так далее С верхней стороны уже начал белеть Сейчас вот если он отрывается легко Тогда мы его берем и отрываем Если он отрывается нелегко, на новое место кладем Если отрывается нелегко, пускай полежит еще чуть-чуть На новое место мы кладем, знаешь почему? Потому что решетка-то уже холодная А вон на че? Ну она как бы холодная Не слишком холодная, но тоже на новое место кладешь Выйду я к родному грилю Эй, жената, не ревнуй Рецепты все легко оселю Я приготовлю, а ты жуй Вот эта решеточка влияет очень сильно на вкус На другое место ж надо, да? Ну на другое место, да Но плюс 500 ко вкусу Закрывай Потом, смотри, если у стейка есть больше, чем две стороны То это очень хороший стейк Двухсторонние стейки не люблю я Ну два пальца Вот у меня война с мамой всегда Я когда жарю Он у тебя не поражается Зачем ты такой толстый отрезаешь? Смотри, когда у нас стейк весь уже красивый со всех сторон Мы его кладем на непрямой жар Чтоб он дошел Чтоб он дошел, да Сколько ему доходить? Он мягенький Ну, я на палец Так, вот он еще мягкий, да? Сейчас это Вот с этой стороны уже нормально С этой стороны он прям мягкий Мягкий это меньше медиума Ну вот, здесь 45 40, да? Это сколько? Прожарочка какая? 40 это еще меньше, чем медиум ред Меньше, да? Да Надо сделать между медиум и медиум ред Ну, я люблю 55 То есть, когда он розовенький Здесь можно сейчас крутануть Крутанут вы Сейчас вот будешь трогать его, он станет более упругим Чем он сильнее проваливается, тем сырее кусок мяса Так, надо на досочку или прям несем на досочку? Да, можем прям на досочку скинуть Я свою сразу посолю, поперчу А это что тут, какой-то спец специальный? Соль, перец, чеснок Это? Да Сейчас мясо должно немножко полежать, чтобы соки распределились Фольгой накрывать не надо Он как хлеб На сеточку какую-то ставишь, чтобы дно не потело То же самое со стейком происходит В идеале его положить на какую-то сеточку, чтобы не потело Если ты фольгой сейчас накроешь, начнет потеть и по всей тарелке будет лужа целая Ребят, всем привет Этот год нас изрядно помотал, потратил наши силы А за наши силы мужские что отвечают? Правильно, гормон тестостерон Он очень важен в нашем организме Поэтому рекомендую вот такой препарат Артурон Который способствует выработке собственного тестостерона И его поддерживает дуле Состав у него натуральный Деспаргиновая кислота, цинк и экстрат пожитника Так что, ребята, нам надо хорошо проводить этот старый плохой год Встретить новый, зайти с новыми силами в Новый год Чтобы они у нас не кончались Чтобы у нас была сила На все На работу, на тренировки На своих девушек, на чужих девушек На все, чтобы у нас хватило силы Так что, ребята, с Новым годом вас Вот она, момент истины Сбылась мечта идиота Я дома пробовал, у меня не получалось Но я один ел Как же он, ну офигенно же пахнет Да Угорюшки все приставлены к нему Потом надо будет почистить немножечко Ну да Ну давай Но все будет, да Вот это Грязный, Джо Все, закрывай То есть, когда мне пишут, типа, знаешь, у вас там модные грили какие-то и так далее Я говорю, ребята, вам нужны просто угли Ну да Сейчас все скажут, что мы руками трогаем мясо Но у меня медицинская книжка есть Я могу трогать мясо руками, прикинь Тут огонь Тут прожарочка Или передержали, мне кажется, шикарно Ну вот На самом деле топчик И такое есть, и тот, кто не ест сырое, и тот, кто ест сырое Все такое едят А это потолще, да? Ну он с одной стороны потолще, я не знаю, как я так криво отрезал Твой солили до Да Этот нет Ну прожарочка, грубо говоря, вообще одинаковая Ты прожарай Это даже посырее получился Да, потому что он потолще С этой стороны Давай вот фишку покажу еще Если Вот мы порезали, да, вот обратно соединим сейчас Вот так вот Все, вот так пускай постоит Сейчас он мясо дойдет вот здесь То есть те куски, которые соединенные Будут более приготовленные, чем те, которые я уже разъединил А когда можно пробовать? Можешь пробовать Я вот этот хочу Чуть Сокусать не надо А? Сокусать не надо Ну он просто вообще тает Я мясо не ел уже, да Ну попробую Ты мясо не ешь Я переел мясо просто Но оно всегда есть у меня в свободном доступе Топчик Пробуй, ребята, да Это божественно Не, вообще вкусно получилось Ну все, то, что ты там посолил его заранее не чувствуется Попробуй, знаешь, как сделать Он сделает Прям без всяких специй попробует Если есть специи Да О, смотри Ну да Все, он дошел От тепла Сравните, да С одного куска А сколько пришло? Минута Минута Да, просто он был Как бы он был сдвинут Этот вообще Валдан уже стал Самый тонкий краешек А это, ну Один кусок Ох он Он все потушил Ох он Он все потушил Этой штучке же надо убрать Не, ну он великолепен Это просто пушка Версия в черный ящик Версия в черный ящик Диман, да, он специалист у нас по мясу Он местный, да Мы его спрашиваем Что в черном ящике Он говорит Мясо на непрямом жару лежит Давай Давай, открывай Чтоб тебе было интереснее На непрямом жаре Слушай, ну не такой он и грязный Если честно Не, он вообще не грязный Так, чуть-чуть, залый Не, он огонь Он просто топчик Давай не будем перчить Попробуем Вот прям попробуем Как оно вкус Какое оно мясо Ну посолим можешь хоть Не, не надо ничего Просто вкус мяса Офиганно Уголечек Ой, хоккей Бомба Вот это, ребята Как правильно приготовить Стоит тамагаук Вот это медяшка Медиум рэр даже, я бы сказал Тебе вот такое нравится, да? Нормально Нормально, давай Брав Я ел тамаган Такой я не ел Никогда не похудею Не, на этом нормально Нормально, да? Главное, тесто не ест Как ты? Диетолог, нутротиолог Как эти все эти специалисты? Он меня просто спрашивает Как похудеть Я говорю Ешь овощи и мясо Пей только воду Поменьше соленого И побольше плавай Все Потому что никаких других Нельзя тебе нагрузок Только плавать Ну, ты понял Как жарить стейки? Да Прямой, непрямой жар 250 плюс И жарь Мы вас научили Как правильно Жарить стейки Грязные, негрязные Ну, это все Мы там, это все Так что это Спасибо, что были на канале Еда Блок Нет, канал Вася Премень Рубрика Еда Блок Так что ссылочка будет На Коляна внизу На Денечка Он у нас сегодня Оператор тоже работает За еду его подкармливали Так что Всем спасибо Всем пока Пока